Рахмед Умер. Информационный выпуск продолжим на русском языке. Смотрите сегодня. Полная изоляция города. В Алматы объявлен карантин. Все въезды и выезды из мегаполиса перекрыты. А вот кто сможет пересечь блокпосты в течение 72 часов? С места событий репортаж Дины Жаннобековой. Первый день карантина в Алматы проходит без происшествий. А как в таком режиме живут люди в странах, лидирующих по количеству зараженных, расскажет Денис Зимцов. Алматы на карантине. Улицы и парки, вечно заполненные кафе и рестораны мегаполиса. Даже в рабочие дни оказались практически безлюдными. Мнение горожан узнавала я, Айдана Нураш. В Нур-Султане ограничивают продажу продуктов, увеличивают число коек и закрывают въезд и выезд из города. О стремительно развивающейся ситуации в столице мира Жанова. Пир во время чумы. Пока казахстанцы привыкают к карантину, владельцы увеселительных заведений на юге страны не думают закрываться. Сколько предпринимателей задержано за нарушение правил чрезвычайного положения, расскажу вам я, Рамина Мирзалимова. С полуночи все въезды и выезды из Алматы перекрыты. Почти полторы тысячи полицейских и военнослужащих круглосуточно контролируют периметр города. Выставлено 27 блокпостов. Полная изоляция, как уже известно, начинается с 22 марта. А вот кто сможет пересечь блокпосты в течение оставшихся трех дней? С места событий репортаж Дины Жанабековой. Блокпост по проспекту Раимбека возле рынка Алтынорда считается одним из самых основных, поскольку именно этот участок является самым загруженным. С самого утра здесь образовалась автомобильная пробка. Кто-то пытается успеть заехать в мегаполис, а кто-то наоборот поскорее его покинуть. Я в поселке Фабрича проживаю. А почему вы возвращаетесь в город? У меня работа сегодня. Сегодня? Да, сегодня. А как вы думаете, вы будете оставаться в городе, потому что 22 числа окончательно же гарантия? Да, остаюсь. У меня же работа, у нас же работа все-таки. Мы живем в Знагаше. Мой супруг заболел. И сейчас мы едем по направлению врача в одну из городских больниц. Поэтому мы приехали сегодня в Алматы. Я возвращаюсь домой из Экибастуза. Как только услышал о карантине, сразу же поспешил приехать в город. Всего по городу установлено 27 таких блокпостов. Там ситуацию контролируют сотрудники полиции, военнослужащие Натгвардии и Министерство обороны, а также санэпидемиологи. Как сообщили в городском департаменте полиции, всего к работе на пропускных пунктах привлечено почти полторы тысячи человек. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с жителями, которые пытаются перейти через блокпост пешком. Всех их также проверяют на наличие температуры при помощи тепловизоров. По словам проверяющих, в случае обнаружения у них симптомов заболевания, их будут незамедлительно направлять в медицинские учреждения. Видно, что пересекающие границу чувствуют легкую тревогу. Но в целом паники не наблюдается. Между тем, заехать в Алматы удастся не всем. В городском департаменте полиции разъяснили, кто именно может передвигаться в течение этих трех дней. В течение 72 часов в город смогут заехать граждане, у которых имеется прописка в Алматы, так как по различным причинам не все успели вернуться в мегаполис. Также жители других регионов страны имеют право покинуть город в течение этого периода. Напоминаем, что с 22 марта через пост будут пропускать только машины с продовольствием, медикаментами и другими необходимыми для жизнедеятельности мегаполиса грузами. В городе объявлен всеобщий карантин из-за пандемии коронавируса. Жилые комплексы Алматы, где выявили инфицированных, будут оцеплены. Заместитель Акима города Ержан Бабакумаров сегодня дал разъяснение, как действовать в случае карантина. Первостепенной задачей является разорвать цепочку заражения и не распространить вирус в другие регионы. Пока на зараженных территориях проводятся дезинфекции, принимаются санитарно-эпидемиологические меры, жителям необходимо самоизолироваться на 14 дней и ограничить передвижение внутри карантинной зоны. Все это время их будут наблюдать врачи, а в отдельных случаях навещать социальные работники. Городская администрация призывает всех, кто находится или будет находиться в карантине, не паниковать и следовать инструкции. Минувшей ночью в Алматы на карантин закрыли целый жилой комплекс. Всем жителям ЖК Сункар запрещено покидать свои квартиры, а также принимать гостей. Кроме того, запрещается спускаться даже в подземный паркинг. Сейчас на территории жилого объекта работает один продуктовый магазин, в котором есть все необходимое. Людям разрешено заказывать еду или необходимые вещи через сервисы доставки. Карантин будет действовать в течение 15 календарных дней и при необходимости его могут продлить. За нарушение режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, предупредили в департаменте полиции. В Акимате Алматы опровергли информацию об очагах заражения коронавирусом на территории города. Сегодня в мессенджерах неизвестные распространили сообщения, что якобы в мегаполисе имеется 17 участков, в частности микрорайон Богонашил, Алтай-1, а также пересечение улиц Гоголя-Сифулина и Гоголя-Кунаева, откуда распространяется инфекция. Но эти данные предсекретарь главы мегаполиса Осет Мукожанов назвал фейком и призвал использовать только достоверную информацию. Что значит жить в условиях карантина? Нам теперь придется испытать на себе. О том, что это, мера необходима, свидетельствует мировая статистика. Там, где его строго соблюдают, ситуация заметно улучшилась. Но в селе жителей соблюдают эти требования. Моя коллега Айдана Нураж побывала в самых людных местах города и готова поделиться впечатлениями. Сегодня будто весь город застыл. Пробки, к которым привык каждый алматинец, не наблюдаются. Обычно полные автобусы сегодня медленно курсируют по маршрутам. Интервал движения между ними заметно увеличен. Водители автобусов, в свою очередь, отмечают снижение потока пассажиров. В связи с введением ограничительных мер интервал сейчас составляет 15-20 минут. Я водитель 30-го автобуса. С введением карантина уменьшилось движение и количество пассажиров. Но для нас это очень непривычно, ведь у нас всегда полный салон. В парках, скверах и аллеях также немноголюдно. Судя по всему, выходят горожане только в крайних случаях. Арбат – излюбленное место отдыха жителей и гостей Алматы. Обычно здесь бывает многолюдно. Люди гуляют и поют песни. Но после введения карантина этот участок города заметно опустел. На территории ходят специалисты и проводят дезинфекцию. Особенно у нас всегда вечером здесь. После пяти часов на Арбате тут не пройти. Везде сейчас нет. Ну это и хорошо. Пусть молодежь дома сидит. Пусть молодежь дома сидит. Уж месяц потерпеть можно. Это же все для нас делается. В эти дни жители города носят маски. Но далеко не все. У некоторых горожан и гостей такая обеспеченность вызывает обеспокоенность. Я сам из области, а работа в Алматы. Я всегда передвигаюсь на автобусе. Что я заметил? Не все соблюдают меры профилактики. Не носят маски. Подумайте, пожалуйста, и о других. Такова картина первого дня карантина, объявленного в городе. Будем надеяться, что многие воспримут возникшую ситуацию, как возможность отдохнуть от работы, вечной суеты и позаботиться о своем здоровье. Сейчас нам важно проявить терпение и беречь окружающих. Но начинать следует с самих себя. Айдана Нураш, Мир Амисабеков, телеканал Алматы. Касымжимар Токаев сегодня осмотрел один из блокпостов в районе поселка Жбек-Жулы в Нурсултане. Глава государства заслушал Акимы столицы, министров здравоохранения, внутренних дел и обороны страны, касательно принимаемых мер по противодействию коронавирусу. В целом, президент дал положительную оценку готовности городской администрации и других служб по обеспечению режима карантина. Касымжимар Токаев в очередной раз отметил тяжелый труд медработников в борьбе с пандемией и выразил им благодарность. При этом заявил о необходимости своевременной выплаты зарплаты и премии в полном объеме. В завершение глава государства пожелал военнослужащим, Минобороны, МБД и работникам различных ведомств успехов, а также разъяснил причины введения карантина. А вот власти столицы решили ввести ограничения на продажу отдельных видов продовольствия, чтобы не допустить спекуляции. По новым правилам, теперь один житель города сможет купить не более 5 килограммов сыпучих продуктов. При этом булка хлеба будет в среднем стоить 95 тенге. Ранее на фоне введения карантина некоторые продукты и средства защиты заметно подорожали. За обстановкой в главном городе страны продолжает следить наш собственный корреспондент Мира Альжанова. Она на прямой связи со студией. Мира, вот с ценами все понятно. А вот с доставкой продовольствия медикаментов как обстоят дела? Ясно, судя по обещаниям местных властей, дефицит продуктов, товаров, первой необходимости, в том числе лекарственных средств, не допустят. При этом замечу, что цены на отдельные виды продовольствия уже выросли в цене. В Акимате это связывает с действиями перекупщиков, поэтому в местной администрации пошли на крайние меры, ведя временные ограничения на продажу сыпучих и сухих продуктов питания. К примеру, гречку, рис, сахар, муку в супермаркетах будут продавать только по 5 килограмм. Подсолнечное масло по 5 литров в одни руки. При этом булка хлеба будет стоить 90 тенге. Сейчас выявляется необоснованное повышение цен на продукты. По этим конкретным фактам мы с антимонопольным департаментом вместе работаем и принимаем меры в отношении нарушителей. Здесь хотел бы отметить, что данная работа по пополнению полок и договоренности с сетями, работа налажена. Вместе с тем столица всерьез обеспокоена увеличением количества больных коронавирусом. Сегодня стало известно о семи новых случаях. Поэтому больницы готовят дополнительные койки. Если же ситуация не изменится и количество инфицированных продолжит расти, то в местной администрации перейдут к реализации плана «Б», который в том числе подразумевает адаптацию одного из отелей «Ромада Плаза». В больницу для лечения заболевших COVID-19. Сейчас в гостинице проводятся ремонтные работы. После их окончания помещение снабдят больничными койками. В соответствии с алгоритмом действий Министерства здравоохранения по плану А и Б развернуты провизорные койки и карантинные стационары для контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией. На случай плана «С» подготовлены дополнительные койки места. Наших горожан беспокоит вопрос в целом продажи лекарств, защитных масок. И в этом плане мы сейчас очень усиленно работаем. Сегодня в городе был введен режим карантина. По периметру столицы установили шесть блокпостов. Люди пользуются временем, которое им отвели. Это 72 часа, чтобы покинуть территорию мегаполиса. А кто-то, наоборот, пытается попасть на султан. Из-за таких ограничительных мер многие перешли на дистанционную работу. Пробок в городе нет. Людей на улицах меньше обычного. Но общественный транспорт по-прежнему курсирует. Однако количество автобусов сокращено. В целом ситуация стабильная. Ажиотажа не наблюдается. На сегодня вот такая обстановка. Спасибо, Мира. О том, как столица живет в условиях карантина, нам рассказала собственный корреспондент из столицы Мира Альжанова. Мы продолжаем выпуск. Ухудшилось состояние одного из больных коронавирусом, лечащегося в Алматы. Об этом заявил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абельдаев. Ранее сообщалось, что состояние всех пациентов удовлетворительное. Но один инфицированный находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, находящиеся на карантине в провизорных госпиталях могут выпустить из города и отправить в места фактического проживания после окончания инкубационного периода. В настоящий момент в городской клинической инфекционной больнице находится 16 пациентов. И в детской инфекционной двое детей и одна мама с подтверденным диагнозом коронавирус. В целом, состояние у всех заболевших в одного средней степени тяжести в связи с наличием заболевания хронической обструктивной болезни легких, у остальных удовлетворительное. Кроме того, Абельдаев сообщил, что заболевший коронавирусом россиянин заразился в Казахстане. По его словам, заболевший прилетел 12 марта рейсом Краснодар-Москва-Алматы. Тлеухан Абельдаев добавил, что в Алматы достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодня в стране подтверждено 44 случая коронавируса, из них в Алматы 19, в Нурсултане 25. Он как контактный находился у нас в провизорном госпитале. И после нахождения положительных результатов, анализов, он переведен в инфекционный госпиталь для лечения. По нашим подходам, хоть какой страны больной, когда находится у нас, мы находили больного коронавирусной инфекцией, мы его полностью будем лечить у себя. После выписки он имеет право вернуться в свою страну. А сейчас в мегаполисе на домашнем карантине находится 730 человек, еще более 600 изолированы в медицинские учреждения. Из них более 250 наблюдаются в первой горбольнице. Более подробно о том, как прибывшие из-за рубежа казахстанцы проходят обследование в специальных боксах, готов рассказать Сабит Пазылов, медицинский директор первой городской клинической больницы. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Сабит Бексиитович, скажите, пожалуйста, достаточно ли койко-мест сейчас в учреждении? В нашей клинике на сегодняшний день для ведения наблюдения за карантизированными гостями развернуто 580 коек. На сегодняшний день находятся из Южной Кореи 274 гостей. Все они на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, средних температур ищих нет. Персонал работы организован. За медицинскую помощь оказывает более 40 наших докторов, более 70 средних медперсоналов, более 70 младших медперсоналов. В случае, если появятся при наблюдении этих людей, среди них температур ищих пациентов, по нашему действию мы должны их переводить в инфекционный блок, в инфекционную больницу, где развернуты для них специальные боксы. В нашей клинике мы только ведем наблюдение, то есть лечебным процессом мы не занимаемся. То есть сейчас те гости, которые у нас находятся, они только лишь наблюдаются. Наблюдение заключается в измерении трехчасовой температуры. Для них организовано пятиразовое питание и постоянное наблюдение докторов и среднего медперсонала. А трудности, Сабит Бексевич, при осмотре пациента возникают? И какие средства защиты у персонала имеются? Да, значит, для наблюдения наши, во-первых, сотрудники, они оснащены специальными формами. При поступлении у них у всех берутся анализы на коронавирус. Подтвержденных в случаях в данный момент нет. Да, к сожалению, имеется сопротивление, потому что все эти гости наши, они чувствуют себя хорошо, они себя больными не считают. Поэтому, конечно, им хочется быстрее домой. Но мы проводим соответствующую работу, объясняем, поскольку они находились именно в тех очагах, где коронавирус имел большое распространение, они вынуждены у нас пребывать 14 дней. Также среди них находятся наши земляки, которые получали лечение по некоторым онкозаболеваниям. И некоторые из них вынуждены прерывать свое лечение. Но консультации наших онкологов местных получены. То есть, они могут лечение свое продолжить после окончания курса карантина, после 14 дней. Мы все понимаем, что вы сейчас, в настоящий момент, испытываете серьезную нагрузку, работаете сверхурочно, а сильно устаете? И что с графиком работы? Усталость имеется, потому что именно при таких ситуациях, конечно, и среди сотрудников, и среди наших гостей имеется небольшая такая эмоциональная, можно сказать, напряженность. Но мы проводим соответствующую работу, и наши сотрудники, они готовы вести эту работу, наблюдение. Когда такой вопрос возник, все наши сотрудники согласились вести эту работу. Для них существует соответствующий график. Они работают сутками, разделены на ночные и дневные. Но хочу сказать, что большинство сотрудников вынуждены здесь проводить. И ночевать здесь, сутками находиться здесь. В том числе я и сам больше времени провожу здесь. Домой я хожу только умываться, переодеваться. Уже несколько дней находимся возле наших земляков. И мы делаем все для того, чтобы все было хорошо. Благодарим вас за ваш труд. Терпение вам, сил и удач. С нами на прямой связи был Сабит Пазылов, директор 1-й городской клинической больницы. Он рассказал о пациентах, которые находятся на карантине. Мы переходим к другим темам. Тем временем во всех районах Ламаты проводятся массовые дезинфекционные работы. Специалисты обрабатывают улицы, остановки, детские площадки и даже урны. Словом, санитарную очистку проводят во всех общественных местах мегаполиса. Всего предстоит продезинфицировать 29 миллионов квадратных метров. На санитарные работы привлечены больше 200 единиц поливомоечных машин. Сначала моем остановки и скамейки, затем распыляем специальным дезинфицирующим раствором. Пока обрабатываем улицы Абая, Достык, Курмангазы и Раимбека. Также специальная бригада проводит дезинфекцию жилых домов. Обрабатываются не только подъезды, но и квартиры жильцов. К нам поступает информация с районного управления контроля качественно безопасных товаров и услуг по коронавирусу. На основании этого экстренного извещения мы составляем наряд на выезды. И специальная бригада у нас оборудована специалистами. Мы с имуществом выезжаем на очаги для проведения заключительной дезинфекции. Во время проведения обработки никого не должно быть. Первый день карантина в Алматы проходит без происшествий. А как в таком режиме живут люди в странах, лидирующих по количеству зараженных, расскажет Денис Зимцов. Первое время чумы. Пока казахстанцы привыкают к карантину, владельцу веселительных заведений на юге страны не думают закрываться. Сколько предпринимателей задержано за нарушение правил чрезвычайного положения, расскажу вам я, Рамина Мирзалимова. Режим карантина из-за пандемии коронавируса введен во многих городах и странах мира. Люди вынуждены находиться в своих домах и следовать правилам. Самые беспрецедентные меры приняли власти Италии. Там жители уже больше 10 дней находятся в изоляции от всего внешнего мира. Похожая обстановка складывается и в Южной Корее. Но в стране утренней свежести ситуация с COVID-19 улучшается. Так, чем занимаются и как переживает карантин в государства, которые лидируют по количеству зараженных коронавирусом? Видео и комментарии собрал я вообще Луденис Зимцов. На этих кадрах видно, как некогда оживленные улицы итальянского Монте-Катине-Терме пустуют вот уже 10-й день. 8 марта премьер-министр республики Джузеппе Конте объявил о закрытии въезда и выезда в 15 провинциях страны. Несмотря на это, ситуация вышла из-под контроля. В итоге итальянцам запретили покидать свои дома без особой необходимости. Всем, кто нарушит табу, грозит арест на срок до трех месяцев. Сейчас на территории страны зарегистрировано более 35 тысяч зараженных. Из них чуть менее трех тысяч случаев закончились летальным исходом. По словам местных жителей, ситуация с каждым днем становится только хуже. Нам разрешается покидать свои дома только в целях покупки продуктов, лекарств, либо же по рабочим обязанностям, имея при себе специальное разрешение. Многие, даже все, сидят дома, соблюдают меры безопасности и проводят время со своей семьей. В отличие от европейской страны, в Южной Корее ситуация совсем иная. Количество инфицированных идет на спад. В Сеуле люди ходят на работу и живут в привычном режиме. Сейчас количество зараженных корейской столицы чуть более 8,5 тысяч человек. Из них почти 100 зарегистрированных случаев закончились летальным исходом. В данный момент ситуация положительная. По большому количеству люди выздоравливают, поправляются и выписываются из больниц. Заведения все у нас открыты, люди работают в обычном режиме, все в порядке. А здесь, в Сеуле, какого-то особого режима карантина нет. Как вы видите, очень много людей ходят на работу. Вот сейчас вечер, сейчас все возвращаются домой. Но единственное, что все ходят в масках, стараются быть аккуратнее, чаще моют руки и избегают таких мест копления людей. В то время, как весь мир пытается победить смертельный вирус, COVID-19 просочился в южную столицу Казахстана. Первый день алматинца в режиме карантина проходит без происшествий. Большинство людей следуют рекомендациям властей и сегодня остаются дома. Насколько может затянуться карантин, пока неизвестно. Остается надеяться, что опыт стран, которым удалось остановить распространение COVID-19, поможет и нашему городу. Денис Зимцов, Валерий Таубалдеев, телеканал «Алмата». Несмотря на чрезвычайное положение на всей территории страны, в Жамбылской области продолжают проводить праздничные мероприятия. Рестораны и другие развлекательные заведения перешли на скрытый режим работы. Правоохранительные органы выявили таких нарушителей благодаря проведенным рейдам. Об их результатах в материале Рамины Мерзалимовой. Обычная той хана в Таразе. С виду все выглядит тихо и мирно. Освещение отключено, однако все самое интересное, как выяснилось, происходит внутри здания. Владельца ресторана сразу же порядка так и не нашли. Впрочем, само веселье пришлось прервать. А вот администраторы отделались лишь предупреждением. Нагрянули участники рейда и в один из ночных кафе-баров города. Заведение работает в условиях глубокой конспирации. На нижнем этаже открыты пять кабинок. Туда людей запускают тайно. Визиту незваных гостей здесь явно не рады. Ни караоке, ничего не включаем. Я тебе еще раз говорю, время на 20 часов. Еще раз не повторится. 11 часов уже. Все, я говорю, больше не повторится. А вместо Сгисусбери. Давай. Иногда такое срабатывает, но только не в этот раз. Ситуация более чем серьезная. На администраторов заведения тут же составили протокол. В целом, подобных нарушителей немало. Все дела направили в суд. Полицейские же лишний раз напомнили. Нарушение карантина чревато последствиями. За нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрен штраф. В размере 10-ти месячных расчетных показателей. Или арест на 5 суток. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законным требованиям представителей власти во время чрезвычайной ситуации. Такое поведение карается штрафом в размере 2000 МРП или двумя годами лишения свободы. Во время ночного рейда специалисты проверили свыше 400 увеселительных заведений. 176 из них не стали менять привычный ход работы и нарушили правила режима ЧП. Правоохранители же сообщили, подобные проверки будут проводиться часто. В рейдах задействовано 28 мобильных групп в составе 133 сотрудников полиции. Рамина Мирзалимова, Олжас Ергалимий, Ржан Ербулатов, телеканал Алматы, Жамбулская область. На фоне объявленного карантина в Алматы и Нур-Султане, а также в связи с действием режима чрезвычайного положения в Казахстане, в Генеральной прокуратуре обратились к казахстанцам. В надзорном ведомстве особо подчеркнули, что с введением комплекса ограничительных мер их невыполнение влечет за собой административную и уголовную ответственность. В частности, наказание предусматривается за игнорирование временных ограничений, неповиновение представителям власти, невыполнение требований органов санэпиднадзора и нарушение гигиенических норм. Вместе с тем, в Генпрокуратуре призвали не распространять ложную информацию и не поддаваться на провокации. Число зараженных коронавирусом достигло 200 тысяч человек во всем мире. Умерли от инфекции 8 тысяч, выздоровели 82 тысячи человек. Несмотря на стремительный рост заболевших в Европе, Китай все еще остается лидером по числу заболеваний. Между тем, по количеству фактически больных все страны мира опережает Италия. Всего здесь обнаружено 31 506 случаев заболевания. Выздоровели почти 3 тысячи человек. Следом за ней идут Иран и Испания, где те же показатели примерно равны. В Иране 16 169 против 5 389 человек. В Испании 11 826 против 1028 человек соответственно. Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса. По словам главы ВОЗ Тедреса Гибриесуса, испытания начались спустя два месяца после того, как ученые исследовали генетическую последовательность COVID-19. Тем временем в США Министерство финансов предлагает выделить гражданам 500 миллиардов долларов в качестве поддержки на период пандемии. Указанную сумму планируется разделить на два равных транша. Первый из которых выделят до 6 апреля. Второй – в середине мая. Размер помощи будет зависеть от дохода налогоплательщика. «Я ради вас остался на работе, а вы ради меня останьтесь дома». С такой надписью в руках врачи и медсестры публикуют фото в социальных сетях. Отечественные медики запустили челлендж, чтобы призвать жителей мегаполисов остаться дома на период объявленного карантина. Таким образом, работники системы здравоохранения надеются предостеречь граждан не посещать места массового скопления людей и более ответственно относиться к своему здоровью. А узнать оперативную информацию о ситуации с коронавирусом в Алматы, уважаемые телезрители, вы сможете на страничках stopcov.almaty через социальные сети Facebook, Instagram, Telegram и YouTube. Призываем использовать только достоверные сведения, используя правдивые данные. Это была последняя информация выпуска. Делиться новостями, уважаемые телезрители, вы можете, позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp 8 747 750 2502. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин